Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Эта 12-я серия исцыхла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы говорили о величайшей трагедии – падении Багдады. Рассказывали о разгроме города, об убийстве миллиона человек, мужчин, женщин и детей, жителей этого великолепного города. Рассказывали об уничтожении библиотеки Багдада, об убийстве халифа Аль-Мустасим Билля. Все эти события разворачивались в месяце Сафар 656 года по хижре. Правители Масула, правители городов Анатолии, сегодняшней Турции, главы Сирийских Эмиратов прибыли, чтобы показать свою лояльность и преданность новому мировому лидеру Хулагу. И как мы уже говорили ранее, народ находился в глубоком кризисе. Находясь в таком состоянии, люди не спешили что-то менять, потому что народ был похож на своих правителей. Народу нужна была лишь жизнь, любая жизнь, любая возможность остаться в живых. Людям промыли мозги, и теперь тот, кто станет сопротивляться татаро-монголам, считается безрассудным, умалишённым, недальновидным и тому подобное, из того, что внушалось обществу в то время. А перед Хулагу же теперь широко распахнулась дорога. Все исламские страны как на ладони и к тому же без намёка на сопротивление. Багдад пал. Следующие цели – Масул, Турция, Сирия. Все они пришли и добровольно покорились Хулагу. Тогда Хулагу двинулся в сторону Сирии. Однако Хулагу ожидал большой сюрприз. Один из эмиров не растерял чувство собственного достоинства и понимания важности джихада на пути Аллаха. Он остался непреклонным и непоколебимым. Добродетели, которые должны быть крепко посеяны глубоко в сердце каждого мусульманина, не покинули его. Это был Аль-Камиль Мухаммад Аль-Айюби, да будет доволен им Аллах. Он был правителем Эмирата Мияфиркин, ныне город Сильван. Сейчас это город на востоке Турции. Этот эмират управлял восточной Турцией, северо-восточной частью Сирии и северо-западной частью Ирака. Так, если вы взглянете на карту, вы увидите, чтобы войти в Сирию, Хулагу необходимо пройти через этот регион. Будет большим риском обойти его и оставить за спиной муджахида, воина, поднявшего свой меч за сопротивление. Хулагу прекрасно понимал, чем ему это может обернуться. Само собой, Хулагу принялся за серьезную информационную войну, ведя пропаганду о том, что этот террорист хочет дестабилизировать обстановку внутри региона, что он собирается выступить против нового международного порядка. И что он совершенно точно знает, что этот человек никоим образом не представляет ислам. Что ислам – это религия терпимости, любви и согласия. Это религия мягкости и сострадания и так далее и тому подобное. Религия мира. Как этот террорист смеет подрывать установившуюся стабильность? Хулагу решил сначала полностью избавиться от проблемы под названием имир аль-Камиль Мухаммад аль-Айуби перед тем, как вступить на территорию Шама, Сирии. Для начала он отправил к нему посла в попытке разубедить того от введения войны. Для этой задачи выбор пал на весьма любопытного человека. Он отправил к нему некого Хиссиса аль-Якуби. Человек этот, как это ясно из его имени, был христианином. Хиссис означает священник, пастор. Хулагу нужно было, чтобы этот посол поговорил с аль-Камилем Мухаммадом аль-Айуби на его родном арабском языке. Чтобы наверняка убедить его в необходимости отказаться от жихада на пути Аллаха. А также ясно дать ему понять, что христиане во всем ближайшем регионе теперь на стороне татаро-монголов. Ситуация становится критической. Если вы еще раз взглянете на карту, вы увидите, что непосредственно к востоку от Эмирата Миафирхин находится армянское христианское государство. А на северо-востоке Миафирхин граничит с государством Курдж. В наши дни это Грузия, и оно тоже христианское. Находясь в таком плотном окружении христиан, которым можно добавить христиан-шама и христиан, проживающих на территории Турции, сотрудничество христиан с татаро-монголами, говорил он, не оставит тебе ни единого шанса на выживание. Тебе лучше сложить все свое оружие, сдаться вместе со своим народом и открыть ворота так, как это сделали остальные мусульмане. Что сделал Аль-Камиль Мухаммад Аля-Юби, да будет доволен им Аллах? Он взял и убил этого посла. Убийство посла было открытым объявлением войны татаро-монголам. Миафирхин – это крошечный эмират, дорогие братья и сестры, это всего лишь город. Но единственное, что было в его руках, единственное, что он мог предпринять и чем мог ответить, это сражаться до самой смерти. Вот что ему оставалось, и это то, о чем его спросит Господь, Субханава Тааля. А что касается убийства послов, то об этом мы еще поговорим в следующих сериях. Коротко говоря, он убил Киссиса Аль-Якубе как явный знак о том, что этот крошечный эмират Миафирхин объявляет войну Великой Монгольской империи. Кулагу не мог в это поверить, как кто-то, чье политическое влияние даже не видно на карте мира, может объявить ему войну. Он тотчас же отправил Юшумуту своего собственного сына во главе большого войска для осады этого города. Это войско дошло до города Миафирхин в месяце Раджаб 656 года по хиджре, то есть спустя примерно 4 месяца после падения Багдада. Началась осада города. К большому сожалению, город оказался окружен следующими силами. С востока Армении, с северо-востока Аль-Курдж, Грузии, с юго-востока и с юго-запада Эмирата Алеппо и Масул, оба союзничающие с татаро-монголами. Эмиратом Алеппо правит Насар Юсуф Аля-Юби, внук Салахуддина Аля-Юби, а Эмиратом Масул правит Бадруддин Лю-Лю, и они оба сотрудничают с татаро-монголами. А с севера и с запада сельджукское государство, которым правит Калыч Арслан IV и Кейкавус II, тоже оба союзничающие с татаро-монголами. Таким образом, островок верующих Мияфиркин был окружен крестьянами, татаро-монголами и их агентами из числа мусульман. Хулагу приказал всем, кто участвовал в осаде города, контролировать то, чтобы в город не проникло ничего из еды, лекарств, одежды, оружия или чего-нибудь еще. Все они, а также мусульмане, проживающие в этой местности, безропотно подчинились новому международному решению. Все они придерживались государственного строя, который ввел Хулагу, придерживались предельно честно, ни одно оружие не проникло, никакая еда или лекарства не проникло внутрь этого осажденного города. Осада продолжалась долгое время, день, два, три, месяц, два, три, и так полтора года. Представьте себе, 18 месяцев беспрерывной осады города Мияфиркин, и ни один мусульманин, ни одно мусульманское войско хоть откуда-нибудь не пошевелилось ради него. Город не получил никакую поддержку, хотя Аль-Камиль Мухаммад Аля-Юби, да помилует его Аллах, сам лично просил мусульман помочь ему, просил предоставить ему оружие, необходимое для обороны. Никто не согласился. Хулагу повелел, и все должны подчиниться. Ан-Насара Юсуфа Аля-Юби, правителя Алеппо и Хомса с Аль-Камилем Мухаммадом Аля-Юби связывали родственные узы. Они оба были внуками Салахуддина Аля-Юби, да помилует его Аллах. Он не пошевелился ни ради религии, ни ради вероубеждения, ни ради собственного достоинства и даже не ради кровного братства. Личности, полностью скатившиеся в нравственном плане, растерявшие все религиозные ценности и политическую хватку. Люди, пробившие дно любых ценностей и принципов. Хулагу хочет продолжить свой путь. В то же время город Мияфирхин создал ему проблему. Подумайте об этом. Противостояние Эмирата Мияфирхин длилось целых полтора года. И что представлял из себя Мияфирхин по сравнению с Багдадом? Багдад пал за какие-то четыре дня. Потребовалось всего четыре дня с первого по четвертой Асафары. Но никто в нем не поднимал знамя джихада на пути Аллаха. Война велась ради трона, ради мирского, ради дворцов. Поэтому они и были захвачены так быстро. А тот, кто воевал на пути Аллаха, продержался целых полтора года. Представьте себе. Хулагу, который не хотел терять здесь много времени понапрасну, подготовил армию и решил отправиться на завоевание Сирии. И вместе с тем, собханаллах, хотя географический Мияфирхин находился далеко от Сирии, он все же всерьез опасался, как мы сказали ранее, пойти на Сирию, оставив Мияфирхин у себя за спиной. Кто-то может возразить, и что с того, что Мияфирхин будет находиться у него в тылу? Ведь это маленький город, который ничего из себя не представляет. Однако, братья мои, в этом городе водружено знамя Ислама, и это по-настоящему пугало Хулагу. В это же время, собханаллах, Аннасар Юсуф Аля Юби совершил весьма странный поступок, по-настоящему нелепый и необъяснимый. Этот предатель, Аннасар Юсуф Аля Юби, который тогда правил Дамаском и Алеппо, отправил письмо Хулагу, в котором просил у него помощи. Помощи в чем? В войне против Египта, представляете себе? Аннасар Юсуф Аля Юби хочет, чтобы татары-монголы помогли ему завоевать Египет в своих личных интересах. Египтом в это время правили мамлюки. В следующих сериях мы, иншаллах, расскажем о том, кто такие мамлюки и как они пришли к власти в период аюбидов. Но вы только посмотрите на безнравственность, бесчеловечность и нелепость в принимаемых решениях. Этот человек ищет поддержки у татаро-монголов в своей личной войне против Египта. Но не копай яму другому. Аннасар Юсуф Аля Юби сам пал в яму, которую готовил для других. Когда это письмо пришло к Хулагу, он в гневе воскликнул, «Как он смеет просить у меня помощи в завоевании Египта в своих интересах?» Аш-Шам, Сирия, Египет и все остальные мусульманские страны находятся лично во власти Хулагу. Аннасар Юсуф Аля Юби пожелал слишком многого. Он возомнил из себя слишком крупную фигуру, чем он был на самом деле. Хулагу был вне себя от ярости. Он решил покорить Сирию и сместить Аннасара Юсуфа Аля Юби с его престола. Субханаллах, не копай яму другому. Он испробует из той же чаши, что и его народ, и все мусульманские народы до этого. Хулагу теперь хочет завоевать Сирию. С чего ему начать? К какому городу направиться? В Сирии было два самых крупных города. Город Алеппо на севере и город Дамаск на юге. Точнее, на северо-западе и на юго-западе. Расстояние между Дамаском и Алеппо равно примерно 300 километрам. Хулагу со своей армией может направиться на север, пойти вдоль турецко-сирийских границ или даже по турецким землям, пока не доберется до Алеппо и не войдет в Сирию с ее северной стороны. Это первый вариант. И он достаточно безопасный, потому что дорога пролегает сквозь зеленые поля вблизи к рекам. Этот путь более безопасен для солдат. К тому же это недалеко от Миаферкины, доблестного города, который Юшумот сын Хулагу держит в осаде и который стойко обороняется все эти долгие месяцы. Так, если Юшумоту будет нужно подкрепление, Хулагу сможет обеспечить его им и своей армией. Второй вариант – направиться к Дамаску с юга. Однако в этом случае ему придется преодолеть полностью всю сирийскую пустыню. Сделать это очень сложно. Для этого нужны специальные навыки и умения, знания о проходах и тропах. И если вдруг монгольская армия собьется с пути в этой пустыне, то все воины Хулагу погибнут. Поэтому, хотя поход на Дамаск и застал бы исламскую армию врасплох, все же Хулагу решил вторгнуться с севера, несмотря на более длинный путь в этом случае. И действительно, он выступил в путь на севере Ирака, пересек Масул. Конечно, Бадруддин-Лю-Лю открыл для него путь и даже помог перебраться через реку Тигр. Затем Хулагу подошел к городу Нусайбин и взял его под контроль без особых усилий. Затем город Арруха, современный Шан-Ле-Урфа. Затем Аль-Бира, Береджик. Сегодня два этих последних города входят в состав современной Турции. Затем Хулагу подступил к Алеппе с его северной стороны. А где же Аннасар Юсуф Аля-Юби, человек, которому Хулагу пригрозил войной? Что он сейчас делает? Аннасар Юсуф Аля-Юби собрал совещание и спросил у своего окружения, что ему предпринять. Что делать Аннасар Юсуфу Аля-Юби? Он ни в коем случае не должен покинуть престол, на котором он восседает. Татары-монголы же намерены свергнуть его с этого престола. Так что же делать Аннасару Юсуфу Аля-Юби? Аннасар Юсуф объявил о джихаде. Субханаллах, это просто смешно. Он попросту не способен на джихад. Но он о нем объявляет. Берет знамя, флаг своего города, пишет на нем Аллаху Акбар и заявляет, что мы будем вести джихад на пути Аллаха. Конечно, Рон ведет джихад во имя трона, и все люди это прекрасно понимают. В его биографии слишком много темных пятен. Он просто играет на чувствах своего народа, играет на чувствах уммы. Скольких мусульман он до этого убил, чтобы остаться у своего престола? Со сколькими христианами и татаро-монголами он сотрудничал, чтобы остаться при своем престоле? Разве такая личность может поднять знамя джихада на пути Аллаха? Это невозможно, дорогие братья и сестры. Тем не менее, он поднял знамя и решил вести джихад ради престолы. Или ради Аллаха, как он утверждал. Где он расположил свое войско? Его войско находилось в Дамаске, хотя монгольская армия наступает на Алеппо. Свой военный лагерь он разбил на расстоянии 300 километров от самой горячей точки в своем государстве. Потому что его не волновала Алеппо, как и не волновала вообще вся Сирия. Его заботила лишь собственная безопасность. Безопасность его дворца и имущества, безопасность его семьи, безопасность общественного строя и так далее и тому подобное. Он совсем не думал о своем народе. Монгольская армия достигла города Алеппо. Алеппо был взят в осаду. Тем временем, в самом Алеппо некий человек стал призывать к джихаду на пути Аллаха. Этим человеком был Тураншах. Это не тот Тураншах, о котором в будущем мы расскажем в истории Египта. Этот Тураншах был человеком почтенного возраста, а также он был дядей Аннасара Юсуфа Аля Юби. Однако он был истинным муджахидом, воином. Он не был похож на своего племянника, который продал все ради сохранения за собой престола. Несмотря на свой преклонный возраст, он был настоящим муджахидом, решившим воевать и отстаивать свой город. Однако жители Алеппо в это время посчитали, что в этом случае их непременно постигнет скверная участь. Они решили открыть врата татаро-монголам и вымолить у них пощаду в надежде на то, что татаро-монголы помилуют их, если они сдадутся без боя. И несмотря на то, что Тураншах был против этого, народ самостоятельно пошел, открыл врата и передал послание Хулагу, в котором просил у него о помиловании. Конечно, Хулагу не упустил возможности и пообещал сохранить жизни жителям Алеппо. Тураншах же с малочисленной группой муджахидов и ученых забрались в крепость города, точно так же, как сделали до этого ученые муджахиды Бухары, если вы помните из первых серий. Несогласно издаваться, в этой крепости они продолжили сопротивление. Итак, город открыл свои врата перед татаро-монголами. Одновременно с этим в Алеппо пришла печальная весть. Эта новость полностью лишила жителей Алеппо морального духа. Пришла печальная весть о падении Миафиркина. После полутора года осады, дорогие братья, после полутора года, которым из сердец мусульман пропала смелость и сознание собственного достоинства, пал город Миафиркин. Юшумот Сенхулагу на примере этого города преподал урок для всех мусульман. Он убил всех его жителей. Никого не пощадил, ни мужчину, ни женщину, ни старика, ни ребенка. Убил всех его жителей, кроме одного человека. Он сохранил жизнь Аль-Камиля Мухаммада Аль-Айюби, чтобы подольше помучить его. Он привел его к Хулагу, к стенам города Алеппо. До того, как город открыл свои врата, Хулагу распял его на одной из этих стен. Он методично расчленял его тело, когда тот еще находился в сознании, и даже заставлял его глотать куски мяса собственного тела. Он запихивал части его тела ему в рот. Субханаллах, нет силы и могущества, кроме как у Аллаха. Дорогие мои братья, великий герой Аль-Камиль Мухаммад Аль-Айюби скончался смертью мученика после непрерывных 18 месяцев джихады. Кто-то скажет, Аль-Мустасим Билля, который сдался и не поднял знамя, умер. Также погиб и Аль-Камиль Мухаммад Аль-Айюби, который боролся против захватчиков. Так в чем же разница? Дорогие братья и сестры, как мы говорили и раньше, смерть неизбежна для каждого. Однако человек в состоянии выбрать то, как именно он покинет этот свет. Огромная разница, дорогие братья и сестры, между тем, кто погиб с высокоподнятой головой и тем, кто умирает униженным и несчастным. Огромная разница между тем, кто погиб, совершая джихад на пути Аллаха и тем, кто скончался, хватаясь за любую возможность остаться в живых. Огромная разница между тем, кто стремится к довольству Аллаха Субханава Тааля и тем, кто гневит своего Господа. Огромная разница между тем, кто добивается рая, даже если ему придется пожертвовать ради этого всем этим миром, и тем, кто продал свою религию за никчемную долю мирского. Просим Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Вы вспомните о том, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Ассаляму алейкум урахматуллаху ва баракату.